Документ, который не требуют госорганы, но именно он способен спасти жизнь или сделать ребенка олимпийским чемпионом. Тысячи генетических паспортов получили белорусы, как ученые делают точнейшие прогнозы. И что пока нельзя узнать о судьбе человека, расскажет Диана Ревикова. Будешь играть в мячик? Нет. А во что будешь? Я еще не вырос. Я еще не вырос. С планами трехлетний Давыд Сказкевич пока не определился. Несмотря на то, что хобби, которое можно монетизировать, у малыша уже есть. Вместе с папой он регулярно ездит на футбольные матчи поболеть за боте, а во дворе Давыд и вовсе лучший футболист. Видя интерес к мячу, начать спортивную карьеру сына, родители решили не с секции по футболу, а с научной лабораторией. Безболезненный тест по слюне позволит ученым, изучив полсотни генов Давыда, уже через две недели дать ответ о скоростных и силовых способностях, выносливости. Также станет ясно, способен ли ребенок к командной игре. Если не будет у него взрывной силы, зачем ему отдавать на короткие дистанции, если он генетически к этому не предрасположен. Генетический паспорт Давыда Сказкевича станет десятитысячным документом, выданным в нашей стране. Вот уже восемь лет можно получить ДНК-паспорт в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. Пока он выдается на платной основе, стоимость зависит от количества исследуемых генов, каких именно помогут определить специалисты. По словам ученых, в пробирке содержатся тысячи копий генов одного лишь человека. Исследователю, по сути, необходим всего один определенный ген или даже его фрагмент, чтобы выяснить спортивные способности человека или так называемую наследственную предрасположенность к заболеваниям. Для этого пробу со специальными реагентами помещают вот в такой прибор. Чтобы узнать не только о спортивных возможностях человека, но и о предрасположенности к заболеваниям, в среднем исследует полсотни генов. Кстати, столкнется ли за свою жизнь человек с онкологией, на этот вопрос тест пока ответить не может. Ученые все еще изучают, какие именно гены отвечают за возникновение опухоли. Но спектр исследуемых нашими генетиками и медицинских направлений с каждым годом расширяется. Начинали мы с предрасположенности к тромбофилиям, к сердечно-сосудистым заболеваниям. Сейчас спектр наших предложений увеличился. Сейчас мы смотрим предрасположенности и к остеопорозу, и к диабету, и к невнашиванию беременности. За персональной медициной будущее, причем ближайшее, уверяют ученые, врачи также на их стороне. И уже сегодня проще поставить диагноз, который может никогда и не вступить в активную фазу, но само знание уже шаг к сохранению жизни. Диана Ревякова, Юрий Тихонович и Анатолий Долотовский. Агентство теленовостей.